Сегодня утром я не взяла с собой камеру. Всем-всем привет! И думала устроить себе один выходной или парочку. Именно сегодня мы нашли интересные ракушки, потом сегодня еще что-то было. Нашли супермаркет, где я накупила два пакета всяких там интересных сладостей, китайской лапши, ну типа такого. Там кокосовые еще конфеты, рыбу сушеную, печеньки. И потом мы зашли в одну кафешку, где можно выбирать шашлычки. Рыбу, креветки берешь на палочках, на шпажках. Показываешь в сыром виде, что ты хочешь, и он именно это тебе жарит. Вот это было клево. Еще я хотела там поесть устрицы, но потом подумала, что вы меня не простите, если я буду есть устрицы без вас. Сегодня мы хотим пойти на пляж. А, можно ваши ракушки? Нет, сегодняшние. Они сушатся. Сейчас я вам покажу. Вот они. А это они устрицы ели. Осталось от устриц раковин. Сегодня мы еще хотим пойти на пляж. Мне Вика посоветовала сходить на пляж. Там, если дальше до упора дойти, есть какая-то кафешка, где очень вкусные шашлычки. Из морепродуктов, пампушек, мясо, оно стало так себе. А, зелье. Вот, мы хотим туда пойти, но пошел дождь. И я еще умудрилась загореть немного. Мне нужно взять паспорт. Сегодня, в общем, было много всего именно тогда, когда я не взяла паспорт. Где мой паспорт? Мой паспорт самый модный. Ну вот, только мы решили, что идем теперь сюда на ужин, как обычно, как закончился резко дождь. А я не взяла с собой копточку. Меня съедят комары. Комару я беру не потому что холодно, а потому что комары жрут тебя. Иду на ресепшн, у меня деньги. Чтобы у меня деньги, нужен паспорт, кстати, и карточка. О, человек-великан идет. Он от меня убегает. Прятки играют. Сейчас будем нюхать свежие лилии, которые очень вкусно пахнут. Все, я дошла. Сейчас они опять что-нибудь начнут говорить, потому что они всегда любят что-то говорить. Говорю же. Так классно одевать летние вещи, когда у нас только закончилась зима. Она забрала мой паспорт куда-то, а она его сейчас будет сканировать. А это, наверное, думает, почему она снимает. У меня все несочетаемое. Мясо, осьминоги, картошка, пицца. Как это называется? Крем-брюле. Крем-брюле. Осьминог. Девочка, норм. Мы покушали. Собираемся на пляж. Искать ту кафешку, о которой говорила Вика. Нет, скажи, мы поужинали, а теперь идем по-человечьей поесть. Нет, вот как говорится, а теперь давайте сами чай попьем по-нормальному. Это когда у нас гости дома бывают у мамы, мы все, провожаем там и это. Нет, и мы еще и чай снимем, потом, когда все уходят, в этот момент говорят, ну давайте теперь сами посидим. Это все так говорят. Чай больше, чайчик. У меня от очков. И после этого еще 4 чайника горячего чая выпьем. После этого заново аппетит просыпается, все вспоминают про домашнее масло. И я начинаю говорить, а может у вас еще и масло есть? Ну и домашнее. Уже все накладывают на хлеб. Да. Тут временами есть такой вот запах. Что ж так воняет-то уже, а? Что ж случилось-то, а? Кто-то посрался. Да не только. Чисто ваше. Я вечно тут, чуть ли не проваливаюсь в арки. Кама за мной следит. Вообще у меня привычка наступать на арки. А, вот, сейчас будем проходить пешеход. Это очень опасно, потому что никто не останавливается. Кофик. Не застояйте, что кому-то самому не останавливается. Вот они не останавливаются вообще. Девчонка, девчонка, злые ночи, я люблю тебя, девочка, очень. Ты против, разговор мне, эй, ты, по-любой свою, а там все на свете. Девчонка! А мне вот эта еще песня называется. Он не любит тебя, нисколечка, у него таких столько хочешь. А чего же ты, 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 девчонка? Он хороший. И чё-то, девчонка, с твоей ночи, я люблю тебя, девочка, очень. Вике, скажи все, о чем ты думаешь. Скажи, мы почти дошли до Алматы. Но не дошли шашлыков. Вика, мы дошли почти до Алматы, но кафешки нет. Шашлыков нет. Направляемся в сторону Каскелена. Да. Скоро до Жулдыза дойдем. Мы зайдем. Жулдызка сказать, да? Это Даня, Алика. Как там? Нихао. Какая-то, моя мать, нам халили. Ха-ха. Какой-ни-хао. Так правильно, Алика была здесь два года назад, да? Уже и кафе снесли. И в нашем отеле на пляже был бар. Все подзадили, не бей, не матери. Бей, не хей, не. Да. Блин, сейчас бы на байке поехать. Хочу на байке. Я тут... Ты же сказал, не снимай. Куда вы идете, я ухожу. Хочу молиться? Я не знаю. У него какая-то своя атмосфера жизни. Танцы, шмансы. Тут такая разная музыка, и все танцуют. Вот так. На казахском, да, здесь? А, как будто он на казахском. Там что-то типа латиноса, а здесь что-то другое. Это заразно. А здесь уже зарядка. И вот так каждый день по всему побережью. Мама вообще нет. Ну все, все, их не остановить больше. Ни-хау. Спрашиваю мамы, во сколько мы прилетаем в Алмату. И она дальше, началась у нее мысль, и она начала рассказывать, что будет с каждым из нас, если вдруг наш самолет отменится, и мы останемся здесь навсегда. Вот теперь слушайте. Что будет с каждым из нас, если мы здесь останемся? Ну, у Данки давление повысится. Знаете, как в психушку попадет? У этой будет инфаркт. Я не знаю, что со мной будет. Останется в живых она одна. Потому что она найманка. Потому что она пофигистка. Потому что я скажу, ну ладно, мне кофе, остаемся. Мы нашли, кажется, этот ресторан. Вика, это... Не пошутся ли нам по местному супермаркету? Это это кафешка? Или нет? Супермаркет? Ты хочешь, чтобы я опять вышла с большой корзиной? Нет, если просто никто ничего не даст. Мы сегодня, когда нашли супермаркет, меня вдруг потеряли на полчасика. И потом, когда меня нашли, я уже шла с такой тележкой, и она была вся полна всякими снэками, которые я возьму в Казахстан и буду кушать. Ладно, уйди. Кто это? Шашлыки, говорит, есть у вас? Посидевший кокос. Белый. Почему он белый? Блин, вставать трудно. Ноги вчера накачала и сегодня болят. Мы куда-то прошли через шлагбаум. А куда, сами не знаем, просто в огонечке. И такой вид, как будто нашкодили. Нашли магазинчики. Шашлык не нашли, магазинчики нашли. И там есть жемчуг. Когда нам полиция начинает что-то говорить, не халка, лоу, все такое, я начинаю с ними на казахском, мама на немецком, Надя на итальянском, Дана на турецком. Одна Каман молчит деликатно. Она просто ржет над всем происходящим. Сначала она сказала, зачем смотреть жемчуга, а теперь говорит, мам, смотри вот это вот. Сейчас еще что-то себе купит. Ух ты, это что такое. Вика, ты об этом говорила? Базар, вокзал, все кричат шумно. Мне захотелось уже колечко. Ну-ка, до этого мне не было неинтересно, я теперь это сделаю колечко, потому что оно очень интересное по дизайну. Вот что мы купили поесть. Мама говорит, что она мечтала об этом несколько дней. С луком. Это еще с кокосом, с ананасом. Он тут все режет, надрезает, и у него можно любой фрукт вон там взять и купить. Он все почистит. Это горячее мороженое? Где? Сейчас мы будем есть горячее мороженое, наконец. Сейчас по-хладке. Ну, короче, вот так делает, а не трубочки. Мы взяли манго и ананас. Стой. Сидеть, это порш. Оно замерзает, да? Знаю. Смотрю, замерзает. Я думала, оно наоборот горячее. Ладно, не глубокий, а наш мороженый. Спасибо за субтитры землю! Спасибо за субтитры Алексею Дом. Продолжение следует...